друзья всем привет вчера я поменял автомобиль мне дали машину чуть поменьше но в принципе нужно сказать что она тоже достаточно неплохая только маленькая и мощности не хватает и вообще малютка до этого у меня был хендай кона или хендай кота что-то типа этого а сейчас мне дали хендай и 20 я так понимаю это самая маленькая модель в линейке и он дай с вам покажу как здесь что внутри потом остановлюсь как раз я сейчас еду в белек и там вам уже расскажу все что снаружи в общем здесь юсби очень много портов я так понимаю это одна из самых полных комплектаций здесь тоже есть apple carplay это очень удобная система вы связываете свой iphone либо android не знаю android можно нет но iphone связывается в общем и здесь выходит карта здесь выходит музыка здесь выходит все что есть в телефоне вайбер тукист google любые карты в календарь все 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 и также можно разговаривать то есть через эту систему здесь можно отвечать на звонки на телефоны и это очень удобно очень удобно можно добавлять остановки вот сейчас он меня везет в велик как раз я могу там добавить остановку добавить заправку очень удобно так что здесь у нее объем наверное один с чем-то полтора максимум нет турбины и вот этого мне сразу не хватает потому что у той машины на которой я катался до этого была турбина и мне это прям помогало особенно на дорогах по серпантину когда я ехал когда мне нужно было грузовую машину обогнать она прям так резко сразу подхватывала 1.6 turbo hyundai kona сама по себе легенькая и вот этот турбированный мотор он он мне нравился очень сильно потому что здесь я здесь нажму на газ она будет разгоняться очень-очень слабо и ну по сравнению с той машиной конечно же есть разница и вот этого мне в первую очередь не хватает дальше у этой машины нет она не считывает здесь нет камеры там была камера на той машине и здесь нет камера она не считывает дорожную разметку то есть она не рулит она не подруливает и если даже я вот буду перестраиваться она мне не будет сообщать что я съезжаю с полосы со своей и так далее ну это такое второстепенное но как бы это иногда мне помогало потом дальше здесь нет люка иногда я пользовался люком включал печку вот так вот на всю и открывал чтобы была такая вентиляция небольшая это тоже мне иногда ну нравилось помогало проветривала машину так сказать в принципе я как бы управляю музыка все здесь на руле полностью управление музыкой переключаю песни навигация все есть круиз-контроль тоже можно задать скорость она будет поддерживать вот примеру я 90 выставил будет поддерживать но рулить не будет и она не видит машины впереди и сзади та машина она видела и пау раз она мне прям сообщала что я приближаюсь к машине и опасность столкновения но это тоже очень удобно больше всего мне получается не хватает турбины в этой машине вот именно вот приемистости потому что ну я как бы не лихач не гонщик но знаете иногда мне нужно ускориться и тогда когда мне нужно ускориться я хочу ускориться а эта машина не ускоряется и вот это вот напрягает в принципе я один себя здесь чувствую нормально если будет еще пассажир думаю тоже будет неплохо но если сзади сядут люди я думаю место им будет маловато поэтому эта машина для одного максимум для двоих друзья здесь разница по стоимости всего лишь 100 лир естественно я бы из с удовольствием заплатил эти 100 лир в день лучше но ездил бы катался по спокойно на той машине потому что та машина меня прям полностью целиком устраивала у нее и дорожный просвет был повыше ну там соответственно и колеса были повыше и вообще она такая то есть вот это hyundai кота hyundai kona посмотрите будут на нее обзоры тоже я снимал обзор это что-то такой мини кроссовер какой-то такая новая линейка мини кроссоверов начала появляться это типа спару кросс трек наверное типа mitsubishi какой-нибудь там тоже sx что-то типа этого но они вот такие мини-мини кроссоверы это кому не нужен большой кроссовер но они хотят чтобы это было не легковая чуть побольше и вот они в общем люди такие берут машины но он мне сказал что здесь есть вот apple carplay считается это самая полная комплектация и это хорошо конечно же это 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 прям круто потому что без этого еще было бы тяжелее я думаю могут и такие машины дать эта машина новая тоже здесь 16 тысяч пробег всего лишь на той машине я проехал 5 или 6 тысяч километров в общей сложности за месяц по турции сейчас я еду в белек я доеду до белека и там выйду погуляю чуть и мне нужно ко мне приедет часть человек мне нужно этого человека встретить в аэропорту в общем я не один буду путешествовать какое-то время поэтому я еду опять в фландалию 60 километров от себя как хорошо что есть машина первый раз в турцию видел теслу и тесла с украинскими номерами какие молодцы ребята так вот выглядит этот автомобиль но она конечно же малютка и самое первое что я вам хочу сказать что здесь нет без ключевого доступа кнопки надо постоянно доставать ключ из кармана или сумки открывать закрывать и так далее это очень неудобно это реально неудобно если вы попробуете пользоваться машиной с бесключевым доступом вы после этого вообще не захотите потом больше уже на других машинах здесь есть камера камера достаточно хорошая большой багажник и запаска в принципе две сумки достаточно большие сюда помещаются нормально то есть в этом плане у той машины у того хундачика даже был поменьше по моему багажник вот ну то есть вот видите вот дорожный просвет вот бордюрчик уже как бы ну не очень не очень низковата она там машина гораздо выше была и что вот по месту сзади сзади ну сядут конечно же люди сядут два человека сядут новый здесь им будет тесно поэтому я считаю что это двухместная машина возьмите нормальную машину там 100 лир разницы я с удовольствием заплатил бы эти 100 лир но к сожалению это сделать невозможно вот так выглядит она пляж вот такой вот и ребята на автодомах собираются вот целая прям здесь большая такая площадка они собираются здесь я так понимаю там турецкие все все кто угодно любители вот автодомов кемперов они здесь вот проводят время там большой пляж сейчас чуть-чуть попозже туда сходим тоже посмотрим там поснимаем чуть под капотом ну вот под капотом здесь ничего можно сказать я не знаю какой объем но нет турбины и за счет этого ей тяжело хоть она и сама по себе легкая здесь есть вот такая вот штучка это нужно для того чтобы поездить по платным дорогам и платить какой-то публичный пляж вот он находится возле города сирек город белек анталия сирек и вот туда дальше сидея и так далее пошло туда все я сюда решил заехать просто проехать час я поеду в сторону белека туда на запад просто хочу возле проехать море ну достаточно неплохо чисто здесь летом вообще здесь классно будет здесь у них есть вот всякие разные кафе рестораны шезлонги вот там дюны песчаные есть маркет магазинчик небольшой мусорные баки много зелени мне вот это вот место чем-то японию напоминает у них тоже там вот любят они вот так вот травку посадите на пляже приезжают вот так вот кайфуют море спокойно чисто все культурно здесь нравится плохо если окажетесь в этих краях я думаю пляж вас не разочарует и инфраструктура все есть вот они даже сортируют здесь эти какие молодцы турки вода есть что еще надо вообще не понимаю намного лучше пляж чем в анталии гораздо я думаю где-то здесь можно поселиться за три копейки и приходить на этот пляж кайфовать здесь друзья касательно платных дорог я проехал с города ванн он находится почти на самом востоке почти самый восточный город полторы тысячи километров до анталии ну я всегда выбирал платные дороги в платные постоянно ехал по платным дорогам в общем у меня вышло все про все 30 лир друзья а доллара всего лишь это это просто невероятно низкая цена потому что я сэкономил столько нервов столько сэкономил топлива и это намного безопаснее намного быстрее и вообще только плюсы и стоит это все очень мало если бы я к примеру ехал бы такое расстояние в европе но там могло это стоит 200 евро спокойно там еще лес какой-то я вижу да это такое какое-то публичное место классно очень очень крутое прям вообще так чистенько все здесь прибрано культурно никто не кричит не бровит спокойненько люди отдыхают да друзья это кемпинг здесь видите есть автобусная остановка которая возит людей как удобно я ездил месяц по франции я ни разу такого кемпинга там не встречал смотрите сколько мангалов любой желающий может развести огонь и вот эти вот все свободный доступ это публичный кемпинг вот эти все почти что автодома прицепы они все с европейскими в основном номерами ну да и с турецкими тоже есть но какой здесь кайф представьте друзья вот они вот так вот приехали кто-то ездит вот путешествует на вот таких вот автобусе как это тоже автодом у них там печка все дела газ и все свободный доступ заехали вот вон остановка автобусная сейчас автобус приедет отвезет пожалуйста куда хотите природа пляж идеальное место и там вот по моему еще тоже тоже такая же площадка как круто я даже вообще представить не мог что в турции такое может быть сейчас заехал уже в город белек и что хочу отметить что у них здесь уровень жизни это гораздо выше и вообще вот эти уровни даже отелей они как будто бы какие-то здесь даже как-то покруче белек сити центр можно вот так вот заехать туда у них там такая пешеходная зона прогулочная много зелени очень самое первое что я заметил во вторых у них здесь такие отели прям видно такие ну большая территория и вообще такой уровень как-то у них здесь все прям цивильненько так все колонны типа античные ну на самом деле нифига они не античные просто сделали под старину ну и в общем у них как-то здесь так вот больше и уже европе зировано все мне кажется здесь отдыхают такие уже серьезные люди зажиточные в билете проезжаю сейчас с правой стороны вот у меня центр именно именно вот этот вот деревенька или это городочек он небольшой там население наверное несколько сотен может быть 100 тысяч человек такой и видите вот вот такие вот у них прям такие отели здесь прям серьезные такие glory и вот он тянется может километр тянуться этот отель очень большая территория у него и вот так у них все то есть вот если допустим с левой стороны к примеру это какой-то отель или какой-то гольф-клуб он вот так вот живая изгородь такая красивая мне чем-то вот эти места все американские такие зады из зажиточные районы по напоминают у них там тоже такое все масштабное большое и как-то все так культурно огорожено не какие-то там забор из колючей проволока как красиво много зелени вот ведь у них здесь а это здесь вот такие люди зажиточные отдыхают я так понимаю я по карте посмотрел там всякие rixos и цены достаточно высокие там 200 300 долларов за ночь ну для турции это круто считается такое место в принципе интересно велик я думаю если есть машина можно попробовать здесь поселиться принципе первые впечатления такие неплохие у меня об этом месте те единственная прелестью этой машины что здесь полный бак стоит меньше на 100 лир ну и каждый день аренды то есть на 100 лир грубо говоря на 5 долларов на 7 долларов я каждый день меньше плачу за эту машину ну не знаю сомнительно это такое экономия сомнительная я бы наверное лучше платил бы все-таки за ту машину друзья меня вот попросили заснять завтраки вам пока у них тут сыры 7 видов сырок потом вот идут колбаски тоже 5 6 7 видов всякие разные каши завтраки вот это завтрак сегодня нескольких экземпляров салаты также все такое оливки тоже 5-6 видов потом на завтраке обязательно я нам выпечку дают хлеб здесь у них всегда лишает они его периодически обновляют можно нарезать и он подогреть вот такой вот печи я накрутиться давай такие сухарики зажаристые потом суп будет какой-то обязательной каши на завтрак можно тос сделать еще самому яичницы тоже здесь жарят варят яйцо и вот можно под этим взять так здесь яйцо с перчиком брокколи можно приготовить попросить она вот это из этого всего соберет и пожарить на сковородочке можно добавить самому спицы какие-то и здесь кофемашина тут же сразу стоит можно любой кофе выбрать самостоятельно и чай ну и соки в некоторых отелях свежевыжатые соки наливают бесплатно в некоторых нужно заплатить какие-то копеечки а его там бар будет тоже можно прямо сразу с утра с алкоголем начать я всегда заехал ночью до этого жил здесь сейчас опять сюда вернулся покажу вам при дневном свете как он выглядит весьма интересный отель он находится на побережье прямо на берегу примерно не доча алане между алане и сиде у них здесь вот такой вот большой бассейн у меня за спиной лобби потом оливковые деревья растут всякие разные апельсины мандарины лимоны мостик здесь бассейн очень чистый там значит у них ресторан и на втором этаже вот здесь есть бассейн наверное где-то для десяти номеров может быть чуть больше можно после открытый ходить прям подо мной спортзал находится здесь вот собственно рецепшен сказали что живая музыка будет сегодня праздновать будем christmas праздник нам приходит очень чистый прям вот даже уличные туалеты они прям у них все вырезаны все в такой доскональной чистоте ну вообще вся полностью территория отеля очень чистая селин виплош вот здесь еще есть один бар возле бассейна и я так понимаю видите ступеньки деревянные то есть это признак такого хорошего отеля если есть дерево вот здесь еще есть вот бар один и вот здесь скорее всего аниматоры выступают здесь у них такая сцена там пляж сразу тут же рядом они себя позиционируют как 4 звезды но он очень очень уютный и а цена у него хорошая в районе 40 долларов сейчас стоимость поэтому очень круто собственный пляж такая бухточка здесь единственно вот это аквапарк ну то скорее всего он относится я точно не знаю вот так вот отель выглядит со стороны и вот зимой много они что закрывают пляж буквально 50 метрах наверное от отеля то есть это их ну как бы не персональный пляж но у них здесь есть вот такой вот закуточек вот такая вот территория балкончик такая там мыть ноги можно и шезлонги стоят и они убирают эту часть пляжа территорию эту вот прям так морем здесь пахнет но сегодня погода чуть-чуть портится до обеда была хорошая погода это зимой конечно здесь не покупаться не покупаться до среди здесь виноградников на скале прямо на отвесной есть замок оливковые деревья рощи здесь всякие разные алара колеси крепость алара два оказывается замка один наверху горы один возле вот реки сады огороды курочки сейчас буду искать как туда залезть потайной ход и я так понимаю этот ход по этому ходу он под землей там везде есть освещение по этому ходу я туда не стал сразу заходить но по нему можно было раньше как-то по забраться зайти туда в эту пещеру и вот туда подняться снизу потому что иначе никак здесь не пройти а я полез думал эта пещера оказывается это не пещера это вход то есть подземный ход вот здесь для лучников есть вот такая вот стрелялка и в одном месте обрушилась крыша они это все делали вот и прямо за рак все выложено видно как это все сделано но сюда только с фонариком идти желательно днем потому что темно освещение нет никакого и вот так это выглядит дорога туда очень интересно хорошо что взял фонарик и короче говоря здесь были обвалы сыпались камни сверху сейчас дорога туда идет дорога в замок через скалу через пещеру вот там чуть подсвечивается естественное освещение а вообще как бы света здесь нет никакого специально для лучника во первых во вторых она чуть-чуть подсвечивает а вот так вот здесь вообще темнота очень темно и она туда идет идет почему люди сюда туристов не пускают я не знаю вводят наверное но я даже не мог представить что здесь так круто и вот туда вниз это все я не знаю сколько здесь нормально метров 200-300 в пещере проход продолбим просто ступеньки все окна все они сделали как-то это рассчитали туннель такой в скале вот здесь заканчивается и здесь такой поворотик там люди живут с собаками только что увидел человека с собакой здесь пастух в общем пасет своих коз ну конечно здесь такая аварийная ситуация состояние аварийное состояние у этого здания может в любой момент сверху упасть и снизу да я конечно всякое видал в турции но пастуха с козами еще так рядом не не видел никогда видите голову пошла поехала смотрите они меня боятся они думают я их сожру и побежали побежали вон там по отвесной скале это какие-то тир дикие горные козлы но их здесь одомашние ли они как эти как кошки по скалам бегают они на самом деле если испугаются могут очень сильно ударить своими рогами поэтому лучше у них не стоять лучше у них на линии огня не стоять там еще либо это он жег костер грелся либо кто-то короче там еще жгет что-то пойдемте посмотрим чути за пожар устроили нет дыма без огня до а это он грелся наверное пытался здесь два замка еще есть один замок наверху здесь прям видно комнаты все такое он там камней навалили зачем-то здесь один только проезд проход вот через этот туннель пещеру и вот это вот реально средний замок еще как-то можно подняться туда попасть вот здесь вот так вот обрыв сразу вниз обрыв еще причем вот это пещера она ведет вот сначала в эту комнату и потом уже вот сюда вот здание и прям в этом здании елка уже выросла как давно здесь никого не было прям на скале на горе и возле реки конечно это идеальное место и вода есть и защита и защита хорошая и совсем рядом море буквально наверное 5-10 километров до моря все рядом место очень интересное такое ощущение что сюда делают вот сейчас еще оттуда дорогу и скоро здесь все почистят сделают откроют для посетителей часть стены и похожее место такое вот на оборонительные башни возможно либо смотровые башни это вот прям и туда выходит только здесь такой сильный ветер дует ну очень красиво прям невероятно красиво там пастух со своими козами вот они вот стены замка прям здесь рядом козы пасутся и все ничего здесь больше нет а вот лесенка интересно идет сторожевую башню кто-то забрался уже туда здесь прямо над этой баши под этой башни еще одна тоже такая вот отбиваться но здесь еще так небезопасно там сверху тоже небезопасно находиться потому что камень в любой момент может упасть удивительно и зрелище здесь как жалко что нет света сейчас можно было бы здесь дрончик запустить вот так вот выглядит эта кладка этого типа раствор бетон и одна из самых высоких башен вот этого нижнего центрального замка среднего здесь уже в этой башни дерево выросло и вроде бы и вроде бы все но там есть еще на горе на самом высоте еще есть один замок он там наверху это похоже на место где они хранили воду вот там специально заливной такой колодец есть и скорее всего это бочка была такая каменная вообще на самом деле жизнь вот в такой крепости замки она была максимально некомфортная потому что здесь всегда было сыра мало света мало воды вода портилась потому что ну и вообще все что с этим связано вот оттуда так вот я зашел сюда а вообще там вот так идет эта пещера прям возле речки начал дерево прям из окна растет как вот жизнь себе природа всегда вытащит вырвет от воюет вот здесь тоже все такое заметно у башень маленький-маленький только сверху есть окошко окошечки и все здесь очень темно было и холодно потому что ну нечего жечь было дров не было ничего такого не было вот очередная стенка стеночка стенка стеночка стена и он там где огороды я сначала пытался залезть но окажется надо запада заходить через пещеру смотрите какой закат красивый обалденный нюх ок а и вот Ul Субтитры создавал DimaTorzok